Друзья, всем привет! С вами Владимир Яковлев и это восьмая часть влога. Уже через несколько часов у нас вылет в Испанию на соревнования, которые пройдут 15 августа. Сегодня 10 августа. Мы едем немного пораньше, потому что из Москвы есть прямой рейс в Аликанте. Как раз он есть только раз в неделю, в этот день. И взвешивание 13 числа. На взвешивании мой вес должен быть 96 килограмм. А сегодня утром он составлял 101,4. Еще 5 килограмм. Я думаю, будет намного проще залезть в категорию. Пока что есть определенные сложности. Вес уходит не так быстро, как бы нам хотелось. Сейчас я готовлю свои приемы пищи. Сегодня у меня 8 приемов. Два из них я уже съел. Сейчас поем третий раз. И 5 приемов возьму с собой. Лететь нам 5 часов. В Испании мы будем в 10 часов вечера. Пока не ясно, как там с магазинами. Они любят отдыхать, мало работать. Фиеста, сиеста. Поэтому на всякий случай возьму еще один прием туда с собой. Так, чтобы уже проснуться, сгонять в магазин, все закупить. И как бы не зависит от обстоятельств. Овощи уже приготовил. Сейчас приготовлю туньца и стейк говяжий. Сегодня у меня в меню тунец остался. Утром я съел 10 яичных белков, 3 желтка, 200 грамм риса. Это в сухом виде. После тренировки я съел стейк из лосося. И дальше у меня только белковые приемы. Это тунец, говядина и брокколи. Да, сварил тунца. Плохо приготовился. Тинул слишком много, поспешил. Никогда так раньше не делал. Обычно по одному стейку, по чуть-чуть. Надо снимать, а то дальше только хуже будет. Тунца я не взвешивал, потому что, ну, по порциям, мне была известна общая масса. Было килограмм 200. Вот, я разделил на 5 приемов. Соль сегодня 1 третья от обычного моего количества. Я не взвешивал никогда, но я это делаю на глаз примерно. То есть, сократил прилично. Вот в чем была моя ошибка, когда вот по одному кусочку жарится хорошо, не варится. Корочка появляется и внутри немного сыроватый. Ну, я сейчас такой голодный, что в любом виде мне тунец зайдет на самом деле. Так, вообще-то я его собираюсь съесть сейчас. А туда положу стейки с говядиной. Ну, это я для фотки сейчас кину. Так, ну что, кушаем и вылетаем в Испанию. Есть жир, срубаю. Самое вкусное. Время половина третьего. Мы планируем к 4-м быть в аэропорту. Как раз полчаса покушаем. Проверим, если все вещи собраны и выдвигаемся. Стейк. Долгожданный. Единственный минус. Я не ожидал, что будет так тяжело. Во-первых, у меня гораздо меньше соли в рационе. К тому же есть еще ограничения в воде. Сегодня у меня всего лишь 3 литра. Помимо этого была тренировка ног, тренировка рук, кардио 1 час. В общем, чтобы вы понимали, обычно я 3 литра выпиваю только за час кардио. Сегодня мне нужно распределить эту воду на весь день. Полтора литра я уже выпил. Время полу третьего. У меня на сегодня еще полтора литра. Я думал, будет хуже. Самое сложное это позади уже. Тренировка, кардио. Впереди перелет. В самолете я буду спать. Кушаем и вылетаем. Ты желаешься кушать? Нет, в этой подготовке нет. Я значительно вырос в плане психологического, я считаю. Я отношусь сейчас гораздо проще к подготовке. Ну, смотри, как было раньше. Я относился слишком серьезно в психологическом плане. И были моменты, где не хватало серьезности в плане работы. Сейчас, наоборот, я серьезно отношусь в плане работы. И гораздо проще в психологическом плане. То есть я поменял две составляющие. И поэтому сейчас абсолютно спокойно. Я еду на соревнования. Вообще, я так ждал эту поездку в Испанию. Я уже думаю, пляж, солнце, немного сменить обстановку. Но сегодняшний план меня немного сбил. Потому что в моем рационе сейчас гораздо меньше воды и соли. Барик одену. Документы у меня, да, в Рюкзаке? Слушай, я сейчас посмотрю, если что, к тебе пару этих засуну. В принципе, у меня все должно уместиться. Я в Румынию, когда летел, взял с собой несколько боксов. И в чемодан поставил пять боксов. Для того, чтобы прилететь и не ходить по магазинам. Я тогда тоже обезваживался. Я был очень уставший. Ну, так все распланировал, чтобы прилететь и отдыхать дома. Короче, допоздна сидел, готовил перед выездом. Чуть не опоздал на рейс. Приготовил, поехал, полетел. Прилетаю, мой чемодан утерян. Просто так было обидно. Все, вся работа была проделана на смартфон. Чемодан привезли через день, но это уже было неактуально. На первый взгляд, это все не так сложно. Но когда ты находишься на жесткой диете и влезаешь в категорию, то есть сгоняешь вес, то такие простые вещи, обыденные походы в магазин, готовка и так далее, они кажутся очень тяжелыми. Они очень сложно удаются. Крис написал только что. Просил, как дела. Написал ему, что все хорошо. Вода уходит. Коже становится тоньше. Вес меньше. Казал выслать фотографии, и ему сразу, как прилетим в Испанию. Все, вызываю такси. Все. Где-то три недели назад. Думал, блин, еще три недели. А потом говорю себе. Через три недели подумаешь, как быстро время прилетело. И сейчас вот еду с этими ощущениями. То, что время прошло просто вот в щелчок пальца. Так всегда. Ну, наверное, не только это касается соревнований. Хотя моя жизнь, она вся так устроена вокруг бодибилдинга. Каждый день. Ну, по крайней мере, последние пару лет точно. Вот это все, что меня волнует. Все какие-то ассоциации, какие-то ощущения. Ну, все связано с тем, чем я занимаюсь. Подскажите, а как нам пройти терминал С? Вот по указателям, да? Сам спросил, сам ответил. Вообще, очень классно сейчас все начинается. Все мои близкие люди рядом. Моя женщина, мой друг Никита. И сейчас еще один участник нашего ток-шоу. Это Андрей Мельников. Мой подопечный. И уже, я бы сказал, мой друг. Также мы с ним оба атлеты команды «Живая сталь». Вот у нас много общего. Опа, опа, опа. А, вот Андрюха. Чтобы не маска, я бы тебя не узнал. Здорово, здорова. Все, доки у нас. Че ты как? Я нормально, в отличие от тебя. Бля, пиздец. Что-то сегодня 3 литра воды. Я сделал ноги, ноги, руки, час лестницы. Выпил только полтора литра воды, ну, чтобы оставить еще полтора литра на весь день. На оставшийся день. Я когда прочитал, я думал, это нереально. Но как-то выжил. Это на Юрию. Да. Лишь, братец, у молдавского паспорта есть свои привилегии. Погнали. Ну, как бы, в принципе, у нас как будто, знаешь, были варианты не вылететь как-то. Да, да. Да. Не, ну, у Андрюха с такой маской, мне кажется, у него даже паспорт не спрашивает. Это сумочка, то есть это, где есть, там держатели есть. Да, ну, дорого. Мы там смотрели с полторы тысячи, да? Нет, 4 дорого, ебти. Даже для такого гастарбайтера, как я. 4 900. Ну, че, ребята. А вот есть товары для продержащих коричек? Нет, нет. Я, кстати, тоже уже проголодался. Воды мало, но хоть еды сегодня, 8 приемов. Хотя, как я приготовил тунец, то он будет не айс. Признак того, что ты хорошо просох, это когда на паспортном контроле начинают тебе задавать кучу, как они сказали, детских вопросов. Когда был выдан паспорт, хотя бы примерная дата и все такое. В общем, не признали. Мне поставили Россия, во-первых. Мне как бы, ну, я люблю Россию очень сильно. Я здесь уже живу с 2018 года. И я очень рад тому, что я сюда переехал. И мне нравится эта страна. У меня очень теплое чувство России. Но выступать я буду за свою родину, за Молдову. Когда-то он как-то попил в селево. Я не помню такое. Шичу. Не помню такого, да? Да, да. У меня каждый раз, когда я лечу на соревнования, лицо меняется. И постоянно вопросы по паспору. И нет доверия к тому, что это я один раз пришлось даже показывать фотки с Инстаграма. Вот что такое бодибилдинг. Я обычно вот так выгляжу, как в паспорте. Да, да. Есть такая тема, типа Кевин Лаврон посоветовал Ронни Колману выпить перед стартом немного водки с колой. И типа с тех пор Ронни был непобедимый. Ну, короче, действительно бытует практика применения больших доз алкоголя непосредственно перед сценой. Для лучшей раскачки, для лучшего пампа. В Тунисе я взял коньяк с собой. Ну, все вроде как, ну, готов уже к сцене. Думаю, дернул, выпил. А обезвоженной воды нету. Начинаешь раскачиваться просто. Задыхаешься. Нехорошо. Какая-то гипоксия. Дышать нечем. Хочется сразу пить. В общем, опыт был крайне негативный. Не надо пить алкоголь. И перед стартом тем более. Так, я сюда чуть-чуть. Во, повороиды. Ну, еще какие-то погляжу. Я хочу Рейбаном, потому что, когда у меня было плохое зрение, я носил их пару лет. И никакого дискомфорта. Прям, прям огонь. Вот, смотри. Здесь, видимо, это и есть линеечка такая. Леопардовая. Лео. Это явно не мой размер. Ну, не знаю, золото. Не мое. Мне вот эти понравились. Я бы хотел чуть побольше. Эти офигенно. Огонь. Мне кажется, маленькими, брат. Вот эти, кстати, тоже ничего, да? Да. Мне кажется, когда я такой худой, у меня любые очки подойдут. Ну, да. Ну, эти посвободнее, кстати. Но выглядят тебе получше, да? Да. Не, ну, мне в принципе тяжело с очками попасть. Короче, я беру те, потому что все остальное такое банальненькое. Давай тебе те черненькие. Да, две пары вот. Опять контейнер. Тунцом здесь с него. О, и поем, пожалуй. Так, сегодня это уже получается четвертый из восьми. Сумечка, мне знаешь, что нужен твой совет? По поводу сообщения я хочу выставить в Инстаграм. Просьба всем моим подопечным. Я ценю ваше внимание и заботу, но ватсап пишите только по поводу сотрудничества. Правильно, либо работать. Да. Продолжение следует... Есть определенный файб в этих всех предсоревновательных движениях. Так как я уже говорил, пока мы ехали в такси, вроде осталось как недолго до воскресенья, но по ощущениям это целое вечно. Повторяю себе те же слова, что совсем скоро я буду думать о том, что эти дни пролетели как один миг. В целом все круто, погода крутая, настроение тоже крутое. Какое-то необычное для меня, говоря открыто. Предыдущие поездки они проходили в каком-то стрессе, я бы сказал. Все равно что-то где-то упускали. Постоянно какие-то недочеты, вроде бы незначительные, но которые влияли на настроение. В целом сейчас все очень круто, все по-другому и спокойно еду с уверенностью, которая понемногу закладывалась ко мне с самого начала подготовки. По чуть-чуть, по чуть-чуть строилась по маленькому кирпичику. Каждое утро после кардио, после часа позирования, после тренировки, когда ты видишь, как твое тело улучшается, форма становится ближе к той, которая тебе нужна, понимаешь, что можешь создать конкуренцию, понимаешь в какой-то момент, что ты ее создашь. И это все срабатывает как усилитель к тому, что ты делаешь такой дополнительный заряд. Думаю, ни для кого это не секрет, что ничто так не мотивирует, как результат. Есть такая цитата, однажды ты увидишь результат, и это превратится в зависимость. Бодибилдинги, мне кажется, это очень выражено. Это и вправду зависимость. И тебе постоянно мало, ты не можешь остановиться. Ну, по крайней мере, у меня так. Даже сейчас я еду. Я доволен тем, что получается на данный момент, но я уже в предвкушении того, что я могу сделать в следующем году, а потом еще через год. Никаких остановок на достигнутом. Короче, бро, надо сбиваться с этой волны. Мы летим в Испанию. Не хочу загадывать о том, что будет, но одно я знаю точно. Эта поездка нам заполнится надолго, и я намерен получить максимум удовольствия. А сейчас надо поспать. Время уже без 20.10. Это шестой прием пищи. Но сегодня все тот же тунец и брокколи. Ничего нового. Этот кусочек я жарил последний. Он должен получиться вкусным. Этот получился огонь. Жаль, конечно, что предыдущие не вышли. По воде, кстати, остался один литр. Мне кажется, я неплохо справляюсь. Выпью его перед сном. Хотя еще добираться, в принципе, пару часов. Но основное количество я держу воды для того, чтобы выпить перед сном и уснуть. Я так скажу, еще совсем недавно я говорил о том, что тяжело без углеводов. И я готов прожить без углеводов еще несколько дней. Но только чтобы было побольше воды. Да, без углеводов жить можно и очень даже легко. По сравнению с тем, когда не хватает воды. Вроде не так уж и долго летели. По ощущениям. Да, блин, как и на слову, меня спать потянуло в самом конце. Да, цены. А, нет. Уже не так сливает, я тебе скажу. Подзажало. Yes, yes, of course. Короче, это было так. Звонит якобы на радио. Чувак, заказывайте песню, трек. И говорит, типа, ну там на испанском, может, на португальском, типа. Как он, блядь, сказал? Что это за песня? Что это за песня? Говорит. Я знаю, я знаю эту песню. Алик-Алик-Алик-Анте. У меня сразу ассоциация вот с этим треком. У вас нет? Нет. Алик-Анте, Алик-Анте. Я знаю. Я бы не отказался сейчас от овсяночки. Ух, отродненькой. Ух, как резко кушать захотелось. В самолете вообще не хотелось кушать. Но я только был рад этому. Кофе перебился и нормально. Я сейчас вот рад, когда нет у меня аппетита. Но такое крайне редко, вот как сегодня. Вода и соль очень влияют на это. Вот меньше воды, меньше соли. И жор сразу тихо мерился. Есть страны, в которых ты себя чувствуешь комфортно. И вот Испания одна из таких стран. Я приезжаю здесь и как будто дома. Всегда так было. Даже когда я первый раз сюда приезжал. Вау. Наконец-то. Здесь прохладно. Я заметил, они вообще кондерами здесь не пренебрегают. Сейчас нужно отправить форму Крису. Он ждет. И надо посмотреть форму Андрея. И будем строить планы на завтра. В приоритете сегодня отдохнуть. И вот я. небольшой апдейт я сделал фотографии отправил крису по моему вес хороший 98 килограмм 99 98 8 и но я стал слишком маленький сегодня у нас вторник среда четверг пятница впереди три дня и явно залезу в категорию крис написал мне добавить в план соль а также добавить 50 грамм углеводов из овсянки я воспрял духом самое главное это еще дополнительный литр воды сейчас можно будет поесть полноценно можно сказать и уже лечь отдыхать спать восстанавливать овсянки у нас на 100 грамм 64 углеводов грубо говоря не нужно 80 весы я привез с собой еще одна порция тунца с брокколи кстати подогретый тунец гораздо вкуснее так как и говорил я написал крис вышла фотографии мой вес 99 килограмм определенно я буду готов заранее даже слишком быстро я стал уходить мы решили добавить соль последние два приема пищи а также добавить 50 грамм углеводов из овсянки на сегодня и самое главное это еще один литр воды время сейчас в испании 1.30 по московскому это 2.30 разница 1 час поем ложусь спать все ложимся спать все очень устали день выдался достаточно не могу сказать что насыщенный но непростой по крайней мере для меня все круто я счастлив что нахожусь сегодня здесь с моими друзьями моей семьей буду ложиться спать с хорошим настроением впереди нас ждет очень много интересных моментов соль и овсянку потому что я ел эту кашу всю подготовку и не хочу сейчас экспериментировать хочу кушать именно те продукты которые были в моем рационе всю дорогу потому что в случае с овсянкой бывает на разного качества по-разному усваивается никаких экспериментов то же самое и с солью солю сейчас и буду солить той как солью который слил и немного соли я еще добавлю в овсянку рецепторы сейчас обострены и это будет просто очень очень вкусно кстати по мне уже наверное видно что я попил воды да чай водички я прямо же прямо конечно не просто как будто бы не воскрес но стал сильнее гораздо немного запаниковал когда стал на весы потому что сразу же у меня флэшбэк два года назад румыния похожая ситуация но в этот раз как видите мы сразу реагируем не запускаем этот процесс потому что андроны правильно говорить андроидный андроны коллайдер и когда ты разгоняешь метаболизм его можно разогнать до такой степени что потом просто не остановить никакой ни водой ни едой да такое бывает крайних случаях но тем не менее побольше воды нальем для того чтобы объем был побольше и на три минутки тоже что хорошо разварилась ну и поем пока с бокса так как мы только приехали и еще не перемыли всю посуду пока еще только раскладываемся все замечательно я уже говорил я зависимы от этого человека на все сто процентов для того чтобы не беспокоить никого не ждать штатив с утра фотографии сделать помнишь в румынии я в румынии будил ее в пять утра сделай фото сделай фото для джастина ну а че ты короче она смотрит на него просто и поешь ну да у меня крышу лава знатно и сильно загнал себя тренировками кардио и дефицитом еды ну вообще я ощущаю да 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 я сейчас смотрю видос которые снимала я так ощущение настолько был сильным дефиците и изнеможение и в каком-то потоке но на самом деле как бы я очень много работал очень много тренировал и энергии было просто нереально много я спал по три часа мне этого хватало и явно попал в какой-то до поток но при этом я находился как во сне то есть много вещей были неосознанно вот да я попал в поток но в потоке я уже не особо контролировал до процесс просто несся как поезд скоро пробудил наш такую личность сегодня возможно да ну есть есть определенные состояния организм понимаешь мы спортсмены мы готовы на много для того чтобы достичь результата и соответственно это многие вещи являются не самыми здоровыми но в плане состоянии до отсутствия там ограничения воды и еды большие нагрузки это требует чего-то необычного и каждого свои методы каждого своя особенность того как это переносит друзья вот мой прекрасный прием пищи овсянка брокколи и тунец завтра посмотрим какой будет вес думаю что в районе девяносто семи килограмм в общем я ем ложусь спать все бро отстреляюсь на сегодня всем доброе утро так готовлю свой завтрак мне здесь 200 и 30 грамм овсянки и со вчера остался маленький кусочек тунца магазин мы вчера не успели съездить так как в испании все рано закрывается время у нас местное без 20 10 сейчас покушаю и поеду в магазин отправил крису фотографии и жду план на сегодня пока что мне понятно что я буду кушать первым приемом и вторым и дальше уже будет видно что друзья аликанта испания и мы всей командой собираемся сейчас за продуктами нашли какой-то рынок здесь неподалеку полтора километра время начала 12 мы недавно проснулись и уже устали ладно погнали за продуктами так не знаю нарушаем давай знаешь как говорят типа наши когда приезжают европу то здесь соблюдают правила мы наоборот дома везде только на зеленый знаешь без без этого а тут идем злостные нарушители кстати на зеленых она ну давай вместе за фоточку и погнали дали то придумал взять телегу это хорошая идея средиземное море вот это побережье средиземного моря испания конкретно напоминает чем-то наши черноморские я вы кстати в каком-то году был в бенедорме на соревнованиях там даже вот эти рынки сувениров то есть такие же как вот к нам едешь там где-нибудь анапа а я не был ни разу я один раз там мне хватило больше все дела знаешь на самом деле ну как-то нормально сегодня не знают санку вебал 10-30 грамм ну что друзья мы наконец-то добрались на рынок андрюха уже готов съесть встречного паха прохожего я тоже ладно без пафоса все на лайки добрались к рынку немного задержались идем покупать мясо продукты в общем затариваться на ближайшие несколько дней но мы пришли у говядина говядина так но на самом деле ничего нового нам не нужно говядина красная рыба яйца рис hello we speak english no steak steak есть год но это тонкий край на самом деле ты же его обрезает не не такой уж и жирный 4 как раз на окей мне на самом деле это очень хорошая говядина идеально он надрезал как надо порция как раз 250 грамм до заяц дай бабки шель не у меня кэнки графиас вот этот большой он обещал что это будет хорош что не с на самом деле любопытно стало почему цена так отличается здесь 50 евро за килограмм других местах цены но в среднем там 16 20 вещь зайка заценит он сам урвали в анкило да хорошо что он нам показал как его нужно кушать чтобы его не пожарили будем его делать из него тартар давай тут возьмем видимо какой-то свежачок глаза разбегаются видно что мы еще не проснулись штук 50 окей категория xxl так ну рыба купили мясо купили нужно кстати еще курицу купить друзьям и вот позабыли три трески вас есть рис нужен рис тоже красивая в руку возьми давай арбузики погнали но арбуз и вам выбираем вот можно попробовать арбузик зайка попробуйте вот прикольные продавцы близнец но так есть на самом деле я такие вначале ты сказал я бы и не понял наконец-то мы выбрались из этого притягательного места где очень много вкусной и ароматной пищи верит пойдем есть не она я не соглашусь с тобой тунец просто бомба надо было лимончик еще взять и соевый соус хотя с солью сейчас надо по минимуму поэтому соевый соус как бы не катит сейчас тартар чеки струнца то что надо сейчас всем года у тебя с рисом у меня без блин чес в горку с этим арбузом тащиться чите арбуз горку да мы наконец-то дома и уже готовим свой второй прием пищи это будет съемка ну и заодно скажу то что мы купили будем питаться тунцом уже сказал съемка куриные яйца овсянка говядина курица из овощей это брокколи и томаты также будет немного картофеля ну и конечно же рис жасмин в общем готовим еду и будем отдыхать скорее всего еще поспим немного на обед впереди еще целый день много чего нужно сделать хотя в принципе не так уж много сейчас сегодня тренировки нету сегодня будем кушать отдыхать и восстанавливать силы в общем в общем вкусно вот 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 вот